ассалам алейкум дорогие друзья сегодня фермеру находится в туркестанской области республики казахстан в ордобасинском районе здравствуйте ассалам алейкум ассалам как вас зовут представьтесь пожалуйста где мы находимся вы находите село хайнар ордобасинской районе туркестанской области казахстане что-то предприятие а это бывшая бройлер на бунтский птица фарика это было построено 1980 годах значит начато 74 году потом пошла привязать и и получилось так что все связи было потеряно и пошло на банкротство это приватизировали так что обанкротил да 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 получился тогда так получился что потом купил приватизировал ну дошло до критических состояния и был продано тысяч две тысячи шестом шестом году это объекта купил то инфрастрой лтд единственный акционер все это время начали мы поднимать эту то есть объекта с конца восьмидесятых годов до 2006 года объект стоял разрушенный нет а сал где-то 2006 году был уже почти не действующий мы купили состояли состояние банкротства понимаете они медленно-медленно работают то есть они работали но умирали полной мощи да 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 а проект не может было на 6 тысяч тонн вот правильно мясо качественный да 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 вот они в мясо пропускали здесь где-то около 800 человек работал здесь все местные наши области были три пти фаворки из них первым был построен и вот это бугонская бройлерная фаворка рядом был южный пленпродуктор так пти фаворки потом только баски пти фарка бройлерная но все сейчас не работе кроме нас никто не работает потому что все бабам гордиться даже у них земли здание не осталось сколько значит всего корпусов сейчас 36 карту 6 26 из них для откорм площадкой 9 корпусов это клеточное оборудование из них из корпусов которых клеточных 3 российские старые образца и один германский оборудование для клетки масса они все у нас китайские и иранская оборудование про это обройлер это все-таки напольно содержится и там и там и там и там где лучше привесы привесе лучше конечно клеточный но однако на полный лучше тем что болезнь там меньше будет там очищаешь убираешь там дезинфируешь быстро оборот делаешь то есть по принципу пусто занято да сначала запустили бройлер и весь цикл выращивали сколько дней от силы 42 дня 42 дня до и прессе при советские власти так 8 недель было 56 дней до тогда самые хорошие наши пти фарки я могу показать книжки наши прибалтические прибалтические эстонские литовские латвийские московские пти фарки давали всего привет живом весе примерно полтора килограмма тогда 80 годах когда чехословакия у них 2900 было понимаете за 56 дней да 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 за 8 недель а данное время у нас 7 недель 6 недель 342 дня у нас получается 222 кг 200 граммов живого веса живого да 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 и мы забиваем сразу тушка какая получаешь к получается полтора килограмма примерно живого местном виде ну больше не надо это цыпленок же конечно мы начинаем вот это с 28 дня завивать на цеплят табака снимаем немного да понимаете потом же плотно будет сидеть же так же на полном надо разреживать да да вот именно вот так получается просто каймы не погибла но порода у нас рост 38 у нас раскредила мы эту породу уже из сядет из турции возим племные инкуатор н marineстолбройлера в алматы поступать нас через самолеты самолет каждый это буквально у нас я покупаем 30 с половиной центов понимаете домах хочется примерно на около 21 тысяч 200 тенге каждый это яйцо понимаете 36 с половиной центов Мы здесь НДС оплачиваем, дополнение сами здесь, потом ростоможку надо делать, еще в два раза больше. И они гарантируют нам 82% выхода, цыплен вышел из яйца. А везете как из Алматы? Из Алматы специально рефрежаторы, температура яйца у вас есть. Если мы нанимаем, они должны были, температура содержаться 16 градусов плюс, машина должна не качаться, должно было 60 км в час они, не больше они не ездят. А контроль как идет? Стоят чипы, вы смотрите это самое? Да, сопровождаем. Кто-то сидит внутри в холоде. Да, 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 обязательно. Сопровождаем. С Алматы до суда мы сопровождаем. Понятно. Так, и значит, мощность-то какая получается сейчас на данный момент? Сейчас на данный момент у нас примерно 2,5 тысяч тонн в год. Мясо? Да, мясо, мясо, мясо. А молодняк продаете населению? Да, население мы продаем. При их желании мы продаем. Здесь многие крестьянские хозяйства, частные лица, буквально развиваются за счет нас. Да. Пример здесь 1,5 тысяча дома. Так? В одном хозяйстве. В одном доме, квартире. Он сделал, раньше он здесь работал, сделал мини, все фабрики, все автоматизировали у него. Пойка, кормушка, все буквально, вентиляция работает. Вот. И они у нас примерно килограммовые берут 25-30 дней суточные, да, и они дальше откармливают. И через 20 дней они забивают, понимаете, и начинают буквально освобождаться. И обратно делают цикл такой. То есть берут суточные? Ну, суточные берут, а мы сыр мало берут, а килограммовые живые берут у нас. Килограммовые живые? Живые, да. А, и еще 20 дней держат? Да, 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 23 дней. Ага, понятно. А они ежедневно примерно 100-120 грамм они живой вес прибавляют. Прибавляют. А корма какие у вас? Корма в чем-то. Мы составляем здесь корма, у нас корма, цех есть, 10 тонн сейчас они выпускают. Ну, свои? Да, да, свои, свои. Поля свои? Поля есть тоже, у нас поля есть. У нас свои поля с кукурузью посадили, с зерном посеяли. Это пшеницы. Пшеницы, да. Пшеницы, да. Пшеницы, да. Вот, что делать, корма с цеха застоять, мы 32% свой шрот. Так? 20% примерно этого, кукурузу добавляем туда. Около 40% это будут пшеницы. Потом даем 4%... Премикс. Нет. Подсолнечное масло. А, подсолнечное масло. И получается, у нас сама корма цеха. Ну, то есть, корма цеха свой сад делаете? Да, да, да. А продаете куда? Вот забили свои магазины? Нет, нет, нет. У нас свои магазины нету. Мы в городе чемпионат обеспечиваем. Если приезжают, то берут Казаларда, Алмата, вот буквально все берут. А мы в пшелочном продаем, на базарах продаем, все почти грилы, вот это, чемпионат обака, если в городе увидите, подумайте на наше это. Да, да, да. Очень вкусный у нас. Мы не пользуемся инжекторами. Знаете, что такое инжектор? То есть, не качаете? Да, да, нет, нет, нет. Это москвичин мне сказал, я оттого не знал бы. Да, вот только хотел спросить, чем качаете? Нет, 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 нет. У нас инжектора нету. Поэтому у нас очень вкусное мясо. Ну, а вообще какой-то антибиотик там применяете? Нет, антибиотик такого нету. У нас есть голландские, мы применяем вот эти препараты. Есть же, да. Потому что, когда цыпленок появится на свет, у них имитет нету. Надо искусственно прививать. За 42 дня раза в 4 получишь. Пробиотик получается. Да, да, да. Они воздушным отдаем. Потом через пойку. Все буквально, да, да, да. В суточном возрасте, наверное, обрызгиваете. Да, да. Мы как даем? Начинается от... Суточный дня дает рост такой. Есть у них меню. Рост. Это вид корма. Да, да, да. Я понимаю, да. Старт. Да. Потом даем... С 5 до 30 дней сколько? Нет, нет, с 7-8 дней. 7-8. Да, мы вкладываем. Старт. Потом рост. Потом даем фиш перед забоем. То есть три вида корма получается. Да, да, да. Первая неделя получается, да? Да, да, да. Потом от 7 дней до 30. Да, да, да. Потом финиш. Финиш. Отлично. И все, все корма здесь содержатся? Мы сами сделаем. Да, все сами составляем. И даже рыбы, рыбную костную муку мы сами делаем. А где рыбу-то делаем? А рыбы, рыба, оказывается, из Норвегии привезут здесь, да, в нашей области, в замороженном виде. Консервы делают. У нас завод есть в Сайрамской районе. И отправляют в Россию. Вот это Килка, Милка, вот это Сардиния, все это там в банках. А все остаются, что у них кишки. Кости там, все это самое, на рыбокостную муку идут, да? Да, 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 да. Вообще-то это производство, если разобраться, оказывается, безотходное. Вот это. До конечного. Вот это кишки все остаются, да? Буквально. Это можно... У нас берут рыбу, кто выращивает, это Южно-Форшкан Сом. Они забирают нас все. Это Клариевый Сом. Да, да, да. Южно-Африканский Сом называется. Да, да, да. Теплая вода это выращивает. То есть они берут вот эти кишки после забоя, да? Все, 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 все. Ничего не остается у нас. А помет куда девайте? У нас земли свои есть же. Сколько земли? У нас 962 гектара у нас земли есть. Да, да, да. 240 гектар у нас багара. Там где-то около 200 гектаров поливные земли есть. Да, багара это без полива. Без полива мы выращиваем пшеницу. Да, да, да. А там кукурузы. 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 Да, да, Аллах даст, не даст, ничего не будет. Вот. И остальное полив? Полив, да, полив. Здесь защитная зона есть буквально. Вокруг предприятия? Да, да, да. Отлично. А техника какая в хозяйстве? Ну техника все старые у нас. Все оборудование старые буквально. Но мы последний год все обновили. Покупали, года назад три экватора купили. Три китайского производства. Каждый на 57 600 мест. 57 600 мест. Да, да. Еще кроме этого старые есть у нас универсал. 45. На 45 тысяч яичные места. Пять штук есть. И это получается три, это около полмиллиона ежемесячно мы можем за 22 дня выпускать цыпленок. Цыплят, да. До полмиллиона. А сколько выпускаете? Ну как нам, от нас зависит. Ну да. От оборудования средств зависит. Спрос будет? Сейчас у нас карантин, все это пандемия. Естественно, мы немножко ослабили. Потому что мы 2,5 тысячи тонн производили, да. Ну, где-то миллион семьсот голов в год забивали. А сейчас около миллиона. Потому что сбыть тоже трудно. Конкурентов еще много. Люди есть перестали в пандемию, что ли? Нет, не есть, а буквально заработок мало, мало будет есть. А вот это все мероприятия, у нас казахов, то и все буквально. Есть же мероприятия, но ты их перестали в пандемию. Целовые тоже не работают. А вообще в Казахстане мясо кур пользуются спросом? Мне кажется, только баранину вы едят. Нет, нет, нет. Потому что... Национальное это блюдо, все же из баранины. Конечно. Баранина, конина в основном. Конина. Ну, однако, это диетическое мясо. Честно говоря, кур, да, да, да. И выращивать легче. Ну, казахстанавец, где-то около 50-60 процентов, не больше, с себя через данное время. Ну, вы все варьи строите же. Ну, мы конкурировать с ними не будем. Не можем пока. Ну, не можем развиваться. Надо средства нужны, оборотные средства. Ну, у нас каждый корпус примерно дает в год 6 оборотов. Понимаете? И посадка делаем как? У нас 1550 квадратных метров площадка. И туда на каждые 20 квадратных метров по 20 цеплят. На квадратных метров по 20 цеплят. Да, да, да. И до забоя они находятся. Да, 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 до забоя. Мы с 28 дня, 30-й день снимаем, и на забои нас цеплят табака. Разряжать начинаете эту площадь пола, да? Да, да, да. А к забою тогда сколько там остается? 15, 12? Нет, 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 нет. Ну, в основном, где-то 25-30 тысяч. А мы до 40 забираем. Нет, на квадратнометре я имею в виду сколько? Да, 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 15. Порядка 15, да, на квадратнометре? Да, 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 15. Отлично. Давайте тогда посмотрим. Турдобек, скажите, пожалуйста, что это у нас за сетка тут стоит такая? Здесь у нас стоит оборудование германское производство, клещное. Так? Тоже старое. Но раньше отдельно было венекамри, а сейчас такого нам необходимости нету. Мы делаем примитивные венекамри, чтобы охлаждать ветром. Да, 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 да. То есть за счет того, что там стоит вентилятор внутри, да? Да, 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 вентилятор есть, вода есть. А вода-то здесь где-то должна подаваться? Да, вот здесь, здесь, здесь. А где она? Вот труба. Южная, да, да. Вот труба, да, вот по этой большой трубе. И протекает, все, протекает. Вот это вот. То есть за счет того, что засасывается воздух, охлаждается помещение. Да, да, да. Насколько, насколько сильно может температура упасть? Ну, как? Если на улице, допустим, 35, сколько в помещении будет? Ну, 26-27, вот так вот держит. Ну, то есть градусов 8-10, да, может это сам? Да, да, может это делать. Можем это делать. Который потребуется, мы этого добиваем. Сколько сейчас здесь находятся птицы? Здесь около 36 тысяч должен быть. 36 тысяч голов? Да, да, да. Да, примерно, да. Потому что на каждые квадратметры размещаем по 20. Здесь 1555 квадратметров площади. Это сколько в длину и в ширину? Ширина 80, длина 96. А на подстилке здесь у них что было? Опилка. Опилка, да? Опилка, да. Где вы берете, да здесь опилку? Здесь гордо, гордо берем. Гордо привезли. А что пилят, то тут у вас деревьев-то нет? Да нет, почему? У нас и деревья есть. У нас, пожалуйста, Палодарское, Ускаменное есть дерево. А мы и в России вывозим уже, и в России дерево, да-да-да-да, возим, а туда опилку подстилем, соломку можем подстилить, и потом как через 40 дней уже мы забиваем всех, очищаем, здесь обрабатываем, в принципе, приготовляем и обратно пустим. Да-да-да, это каждый корпус дает за два месяца один оборот, а в год 6 раз можно оборачивать. Ну, то есть мы держим 42 дня, да-да-да, или 36? Да-да-да, 42 дня, забиваем все, потом чистим, и к 60-ому срыво запускаем. Да-да-да, здорово. Какой сейчас возраст у этих бролеров? Это где-то месячный. Угу. Угу. Отлично. Так, ну вот, тут можно у нас видеть корм. 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 Мы рассыпную даем, мы хотим добиваться, да, чтобы у нас было все корма сделаны как грануля. Гранулирование, да? Это лучше, усваиваемость больше будет. Даже здесь мы проверили, смотрите, 500 голов так давали, рассыпную, да? На 500 голов давали гранулах. Да? Да. И получилось. 300 грамм больше дает гранулирование. Гранулирование. Привет, привет, да? Да, привет, да. 300 грамм. Это за вес в период выращивания, да? Да, да, да. То есть за 42 дня? Ну, 40 грамм, да, да. Да. Это если пересчитать в ТНГ, это хорошо получается. Да, 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 да. Мяса будет столько. Да, 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 это хорошо получается. А если посчитать, у нас каждый год если полтора миллиона выращиваем, и прибавьте. По 300 грамм, конечно. То есть, ну, и соответственно никак их не делите, петушок-курочка, это вам безразлично. Нет, 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 безразлично. Это все вместе содержится. Угу. Так, значит, мы немножечко поговорили про систему вентиляции. Вот. А здесь я не вижу эту вытяжку. О, кругом. Ну, вот видите, вентиляторы вижу, но нету этой системы увлажнения вот этой-то. Да, да, есть. Вот отсюда. А, то есть? Да. Боковые, боковые, боковые. Вот боковые. А, вот они боковые, да? Вот они боковые. Боковые, вот видите, с обе стороны. То есть вот боковые, отсюда охлаждающие. Охлаждающие. Зимой мы отапливаем. Отапливаете зимой. Холлайрофируем. Холлайрофируем. Холлайрофируем же? Да, да, да. На электричестве? На солярке? На электричестве. На солярке? Сейчас газ подводим. Газ пробный. Понятно. Все. Значит, у нас вот кормушечка, вот тут как раз очень хорошо виден этот корм. И по шнеку подается. Да, да, да. Вот в эти. Поилки. Вот в эти кормушки. И, соответственно, тут поилки. А вода у вас откуда? Наши, у нас свои. Скважины, да? Скважины. Скважины свои. Водокоски видели же. А тут поспать, да. По освещению. Освещение круглосуточно горит? Круглосуточно где-то часа на два-три ночью. Выключаете, да? Да, да, да. Потому что они отдыхали. А так постоянно. И корм, соответственно, в волю? Постоянно. В волю корм, да? Вдовлю. Чтобы у нас птица постоянно росла? Да, росла. Очень хорошо. Это... Здесь что? Оказывается... Корма обязательно должен быть, чтобы... Если набрал, в составе обязательно соевый шрот. Не соя, а соевый шрот. Обязательно. Мы соевый шрот ввозим из Талгургана. Из Алматы. Угу. Так? То есть там соевое производство какое-то есть? Да, да, да. Переработка сои. Турдобек, скажите, пожалуйста, сколько сохранность молодняка у вас? В прошлом году 96% было. Это очень хорошо. Да, да. Ну, некоторые у нас бригады, там птицеводы, да? 90,5% дают. 90,5% сохранность дают. Да? 90,5% или? Да, 99,5%. А, 99,5%. Вы их как-то премируете? Да. Таких ценных работников? Да, премирую, конечно. Им даем вот за каждый процент определенную премиальную и начисляем. А вообще сколько человек работает на производстве? Вообще сейчас вот это у нас 52. 52 человека, да? Да, было где-то года два назад 104. А почему сократили? Ну, потому что вот это объем производства уменьшился. Уменьшился, да? Да, 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 да. Мы где-то 2,5 тысяч тонн выпускали. А в прошлом году где-то миллион 436 примерно. Понятно. Но это люди... Да, тысяча... Тысяча... Тысяча тридцать... Сорв шесть тонн примерно. Понятно. Да, да, да. А это люди именно здесь на птицефабрике работают? А вот в полях... То есть там другие, да? В полях у нас есть другие работают. Есть у нас... Ну, то есть это вот, вы сказали, 52 человека, это здесь на птицефабрике? Да, да, да. Именно здесь птицефабрик работает. На этом отделении. Да. Очень большой, конечно, размах тут в советские времена был построенный. Да, да, да. Вот. У них, говорят, 962 гектара земли. Из них все вот это под здание 62 гектара. Угу. Под здание. Выкуплено. Понимаете? Огорожено. То есть? Под здание выкуплено. А. На частную собственность земли продается, только на частную собственность под здание. Понятно. А сейчас они на 49 лет в аренду. Вот это мы сейчас ходим в этом месте. Это арендованные места. Да. А под здание наше это собственность частная. Угу. Понятно. 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 А огорожено то вот эти вот все? Да, все капитальной стеной. По санитарной норме. Да, да, да. По санитарной норме, да. Где-то около километра от периметра не должны быть другие объекты. На селенных пунктах там, да? Да, да, да. На селенных пункт, само собой. Угу. А это вот у нас стоит известка, что ли, красить, да? Да, нет. Не красим. Побелые, понимаете. А мы вот это все очищаем же. Ага. Все. Опилку снимаем. Буквально все это, помет, в момент все снимаем, потом моем. Белим. И... Потом белим. Понятно. Все понятно. Все. Одинзируем. У вас тут хорошо, чисто на территории, все побелено. Ну слабо. Все приятно. Тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас, секундочку, вот я бы хотел уточнить. Вот это... Мой. Мой, мой. А обрабатываете с каким-нибудь йодом? Йодовую обработку делаете? Все делаю. Которые требования есть, все делаю. Угу. Там дезинфекция, формалин, хлор, все надо... Вот здесь промываем. Понятно. От и до, и до. Потому что чем чище, тем болезнней будет. Точно. Слабо у нас не было пятичек грибов. Кругом мы карантин установили. Потом обработку делали ежедневно. Ежедневно обработку делали. Бочка, и у нас есть специальный трактор пристепной. И по асфальту тоже. По территории, да? Да, не только по территории, а в асфальте. Заезды, всех их, выезды. Пришлось нам это делать. Потому что они в воздух уже попадают. Да, 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 да. Друзья мои, фермеру заканчивает наш небольшой краткий обзор производства, который мы посмотрели на птицефабрике. Как правильно называется? Инфрастроэлта туо. Кайнар. Кайнар. Кайнар куз. Да, куз это птица. А, вот так вот, да? Кайнар куз. Спасибо вам большое. Было очень приятно познакомиться, посмотреть. Алексей вам тоже. Да, мы стоим под джидей. Когда цветут. Да. Да. Очень классный запах. И очень здорово здесь находиться. Да, да, да. У вас вообще очень зелено на территории. Да. То есть специально озеленением занимаетесь? Нет, нет, нет. Как? Озеленением занимаетесь специально. Кто? Если не посажать, не будет сажать дерево, не будет расти. Ухаживать надо. Ухаживать, да. Поливать надо. Обрезкой надо заниматься. Есть дерево. Если посадишь, любое дерево здесь можно вырезать. Привет. Вьяна Равина Врагина. Поехали на стене. Ухаживайте. На стене души покуп. Подпишись вël? Бастр Europe. Карьки.